Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok 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 Облгазы частные структуры. Поэтому, скорее всего, они пролоббировали, в том числе, снижение вот этих вот средних норм потребления для того, чтобы не ощущать такой зависимости от государства, от объема субсидиантов, льготчиков. Но это приведет, все равно это приведет, как снежный ком будут нарастать долги. На сегодняшний день задолженность населения в масштабах Украины, там не один десяток миллиардов гривен за поставку услуг тепла, воды, света и так далее. Давайте поясним, кто эти люди, должники? Это люди, которые претендовали на субсидию, либо это люди, которые платежеспособные, ну как помните, было там 10-15 лет назад до всех этих кризисов, инфляции и прочих. Или это люди, которые платежеспособные, но не хотят платить? Я думаю, туда входят и те, кто и претендовали на субсидии, и те, кто платежеспособные. Все категории туда входят. Но создается впечатление, что учитывая резонанс, который получает любые сообщения о том, что субсидий не хватает, что количество получателей субсидий увеличивается, все-таки большая часть, очевидно, это люди, которые не могут платить, но им задерживают выплату субсидий, либо при оформлении у них возникает определенный проблем. Именно так, да. Смотрите, вот мы, честно говоря, сейчас обсуждаем увеличение, уменьшение. Вот давайте вспомним, почему вообще увеличился так газ, да, то есть газ подражал в четыре раза с 2013 года. Каких-то обвалов там на рынке сумасшедших и так далее как бы не было. Главное был мотив следующий, требование МВФ, чтобы создать газовый рынок в Украине. То есть должна была, по идее, появиться со слов МВФ, то есть это было главное требование, одно из главных требований, что должен появиться газовый рынок, газовые трейдеры, конкуренция и так далее и тому подобное. Рынок появился, что-то появилось в Украине, у нас появился какой-то конкурент на автогаз в Украину, у нас кто-то поставляет газ в Украину, у нас Россия как поставляла. Единственное, что сейчас товарищ Порошенко рассказывает, что мы уже получаем не российский газ, а получаем словацкий газ. Но тот же российский газ только через Словакию, через Восточноевропейский хаб, еще и дешевле. Еще зарабатывает на этом Словакии, еще не зарабатывает. Тот самый импортный газ, который тоже дорожает. Конечно, абсолютно верно. Давайте послушаем мнение киевского эксперта, сопредседателя фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он рассказал нам, почему из-за подорожания импортного газа вырастет цена газа для потребителей в Украине. Ждем же там повышения опять. Это связано с тем, что у нас угля будет значительно меньше или с чем-то другим? Нет, это связано с тем, что Кабинет министра Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом, в конце концов, берет на себя обязательство довести либерализацию рынка природного газа до ее логического завершения. Что это такое? Это вот сейчас у нас нефтегаз что делает? Ну, давайте возьмем нефтегаз, что частный бизнес делает то же самое, частный трейдер. Входит импортный газ по цене 9 тысяч гривен на границе. Нет, 9 там с НДС, 8 тысяч гривен пусть будет на границе. Он сразу берет и повышает в счете по договору поставки конечному потребителю цену на 9 плюс НДС получается 10 условно, 10 с чем-то. А для населения теплокумнерго, для нас с вами, для нашего тепла, цена 6,877 и она не пересматривается с мая 2016 года. Так вот Кабмин взял на себя обязательство два раза в год эту цену пересматривать в зависимости от того, какие фактические цены складываются по импорту за 9 месяцев предшествующих вот этому вот периоду поставки. И такой пересмотр должен осуществляться с 1 апреля и с 1 октября. Поэтому, к сожалению, есть серьезные основания, что с 1 октября по невероятным ценам возрастут существенно. Потому что газ подорожал до импорта. И даже не потому, что так работает вся либеральная мировая экономика. Если мы хотим жить в либеральной модели, то получите и распишитесь. И будете платить не 6,877, а, например, 9. Ну вот, промышленность уже платит 9,200. Там много тарифов для нее. Вот такая цена импортного газа. Так как вы реалии? Я так понимаю, суть в том, что изначально, раньше комбинент министров пересматривал цены, тарификацию, цены на... Мог изменять тарифы, пересматривать их раз в год. Сейчас это получается раз в квартал. Ну, два раза в год. Два раза в год. То есть это дает возможность... Я так понимаю, речь идет не о снижении. Пересмотр не в сторону снижения, а, естественно, в сторону увеличения. И одна из причин такого явления является то, что мы сейчас больше экспортируем газ, не добываем свой. Точнее, мы за счет газа, который импортирует Украина, мы обеспечим его население. Ну, вот смотрите. В принципе, нам говорят о элементарных вещах рыночной экономики. Если в целом цена газа в мире повышается, то и страны тоже вынуждены повышать тарифы на внутренние потребители, потому что цена... Объективно ли повышаются цены? Но, но, да. Это привязывается к тому, что цена барреля нефти сейчас поднимается более 56. Но, еще раз говорю, мы добываем половину газа в собственных надрах. Нам хватает его. Поэтому мы должны это делать более мягко. Если мы 20 миллиардов закупаем, 20 миллиардов добываем, значит, правительство должно понимать, что население не может оплачивать по цене 6 и 7, просто не может. Мы говорим, вот МВФ требует от нас. Нужно либерализировать газ, потребление отдельно, доставку и прочее. Но главное, какую цель ставить перед собой МВФ, чтобы у нас не было дефицита в бюджете. Вот что главное не ставит. Если мы забиваем в бюджет огромнейший дефицит, МВФ, они стараются таким образом... Да, МВФ вообще плевать на то, что происходит в Украине. МВФ – это организация, которая, цель которой заработает. Сто процентов. Но получается так, что они зарабатывают на Украине. То есть Украина вся работает во благо МВФ, правильно я понимаю? Давая кредит, в том числе и в... Любой банк, когда дает кредит, он должен знать, что кредитор платежеспособен. Поэтому я говорю, нет, мы вам не дадим этот миллиард транш. Потому что у вас огромнейшая дара в бюджете. Значит, вы не сможете возвратить. Их главная цель – получить деньги. Какой стране МВФ помогло стабилизировать, либо улучшить экономическую ситуацию? Кто-то может сказать хотя бы одну страну? Нет, практически, хоть одну страну можете назвать. Нет, к сожалению. В Агентине, Латинской Америке, страны Африки. Но тем не менее, все пользуются этой страной. На самом-то деле, послушайте, вот МВФ интересен только исключительно коррупционным правительством тех или иных стран. И, как правило, это странно, что Германия, Франция, Великобритания – нет, это основные доноры. Как правило, МВФ дает кредиты коррупционным правительствам, заведомо зная, что эти деньги украдут. Параллельно с этим, для того, чтобы это правительство коррупционно получило этот кредит, они ставят очень жесткие, исключительно для них необходимые, важные, интересные условия. Причем для развития своих конкретных целей и задач. Понимаете? Это старая была история, о чем дали немецкие экономисты. Дают кредит мэру какой-то деревне, заведомо зная, что он украдет эти деньги. Ну, за это отдай колодец, которым жители получали бесплатно воду. Ну, это старая история, старый ролик в Ютубе. Но это так, то самое происходит у нас. В итоге у нас рынок появился газовый? Нет, он не появился. Людям стало жить лучше? Нет. Экономика у нас вообще сейчас находится просто в петле. У нас экономики нет. У нас вся эта промышленность, она вся накрылась медным тазом. В итоге у нас только работают то, азиатские, американские и европейские производители. Уже даже уголь начали привозить из пенсирования. Что еще мы будем привозить? Скоро у нас будет, как в Израиле, баллоны газовые развозить по квартире. Юль, проблема как раз еще и в том заключается, что инициатором в выдаче в Украине кредиты является не МВФ, а сама Украина обращается в МВФ. И те цифры, которые называются, они тоже какие-то несопоставимые. Украина бюджет порядка 20 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, бюджет годовой. Да, а мы даже больше, да, а мы обращаемся в МВФ получить очередной транш в размере миллиарда долларов. То есть если у человека 30 гривен в кармане, он не будет у кого-то еще гривну одалживать. Поэтому эти деньги, и куда они идут, они не идут ни на стабилизацию рынка, ни промышленность у нас не развивается. По сути мы заполонили сейчас товары, идут в том числе уголь, который мы должны сами добывать и сами добываем, мы покупаем из-за океана. Это, конечно, маразм то, что у нас пока не будет развиваться промышленность, не будет создаваться добавочная стоимость, нет смысла печатать деньги и так далее. Давайте вернемся к теме сегодняшнего эфира. Недавно в этой студии, интервью давал нам представитель управления социальной политики, комиссии по социальным вопросам городского совета, вот Алексей, может быть, прокомментируете, утверждают и заверяют всех наших телезрителей, меня лично, в том, что денег на субсидии хватит. В случае чего, если не правительство, то есть городского бюджета пополним эти все недостачи, да, никто не останется обиженным. Все те, кто обращается за субсидиями, все их получат. Откуда же тогда вот эти страшилки о том, что не хватит субсидий, что количество получателей будет меньше, меньше ли становятся реально недовольны людей? Если говорить о городском бюджете, вот очень интересная ситуация. Порошенко очень много, долго выступал по децентрализации, что действительно городской бюджет увеличился в разы, это действительно так. Но при этом нужно понимать, что субвенции городской бюджет от правительства практически не получают. То есть те субвенции, которые касаются здравоохранения и образования, они не в полной мере закрывают необходимость по финансированию соответствующих учреждений городских. Абсолютно не закрывают. Если говорить о социальной защите населения, аналогичная ситуация. Потому что я вам скажу, что людей, которые придут за субсидии, просто увеличится, я думаю, не на 18% их станет больше, как вырос газ, допустим, 5,2, 5,200, допустим, без НДС, 5,800. Увеличится, я думаю, что раза в полтора в лучшем случае, если не в два раза, понимаете? Плюс еще уменьшили нормы потребления. Абсолютно верно. Это будет покрываться с городского бюджета. Поэтому рассказы господина Порошенко, господина Гройсмана о прекрасной политике децентрализации, это немножко определенная подмена. Почему? Потому что те деньги, которые действительно город получит, он будет их в итоге покрывать и закрывать. Плюс еще нужно очень важно сказать, вот когда нам рассказывают о европейских реалиях, или там как певица украинская показывает свой дом весь в ветряках и солнечных батареях, там 1000 на 150 евро, да? То нужно говорить о том, что в Германии, когда этим делом занимаются, были достаточно серьезные программы повышения энергоэффективности домов. То есть людям субсидировали и покрывали разницу стоимости, например, этих соответствующих там рам, использования тех или иных материалов строительных. У нас это есть? Этого ничего нет. Понимаете, городские какие-то программы небольшие, заменек, но это смешно, если честно. Понятно, да, я плачу больше за вас, за тепло, что мне взамен, да, что вы мне взамен предлагаете, да, грубо говоря, за то, что услуга стала в 4 раза дороже за последние 3 года. Я могу добавить тому, что сказал Алексей, но вот я не знаю, с какой целью успокаивают людей, может быть, это и правильно, чтобы не было вообще у людей шокового состояния, а может быть, и выборы, да. Но реально, видя поступление в бюджет от экономики, и действительно, как работает экономика Одессы, если мы уже говорим о децентрализации, у нас промышленности практически нет. Нет у нас ни краностроения, ни роботостроения, ни машиностроения, даже легкой промышленности нет. Ну, пару консервных заводов, что-то. Ну, а дискабель еще. Ну, а дискабель, да. То есть, реально, развитие рабочих мест нет, потому что в Одессе самый низкий уровень безработицы чепуха. 60 тысяч, которые стоят на седьмом километре, на рынках, которые стоят. То есть, мы действительно в состоянии шока. И мы видим, что обещание, что будет покрыто бюджетом через субсидии, это обман. Кроме того, субсидии действительно не позволяют стимулировать экономию энергосбережения. Тут одно противоречит другому. Правительство не понимает, что оно делает. Мне кажется, мы просто катимся в пропасть, если в ближайшее время они не поймут, что мы идем к третьему Майдану. Это страшно. Просто не хочется это людям говорить, хочется как-то, чтобы люди, ну, хоть как-то... Ну, это тем, кто верит, что Майдан не контролируется извне, да. Тот верит в третьему Майдану. Люди должны видеть какую-то, знаете, как говорится, людям все время нужно говорить, так сказать, о светлом будущем, чтобы не забыли об отсутствии светлого настоящего. Нет настоящего светлого. Мы говорим о светлом будущем. О субсидиях. Вот с чем столкнется наше местное управление соцполитики, департаменты в начале отопительного сезона? Ну, у нас, я не знаю, насколько это правда, слышал такую информацию. Сейчас программа будет разрабатываться таким образом, субсидии будут определяться в период с мая по май. То есть сейчас те, кто либо не оформили субсидии, уже отопительный сезон будут жить без субсидий. У них только есть возможность по окончанию отопительного сезона. Я думаю, что количество людей, которое придет, будет действительно в разы. Управление труда социальной защиты не будет с этим справляться. И денег на всех однозначно не хватит. Их и сегодня не хватает. Потому что вот на таких передачах, конечно, желательно озвучивать те суммы, которые на сегодняшний день задолжали, например, потребители тепловой энергии в городе Одессе, коммунальному предприятию теплоснабжения города Одессы. А там тоже не один миллиард гривен, наверное. Если бы у людей была возможность, вот эти программы работали, предоставление субсидий, социальной помощи, таких бы задолженностей не было. Давайте вот еще один момент интересный. Еще одна формирующая, скажем так, тарифообразующая категория – это вот СДПТ. В этом году в городе активно создавались ОСМД, и все, кто не упал в ОСМД, те попали в автоматические управляющие компании. И я анализировал, не было ни одной управляющей компании, которая снизила тариф в Одессе на содержание придомовой территории. Вообще, сам по себе содержание придомовой территории – сомнительный тариф, учитывая качество предоставляемых услуг. Но, тем не менее, он повысился. Допустим, если раньше я за СДПТ в квартире платил 150 гривен, то сейчас около 400. Насколько это ударит по карману одесситов? На сегодняшний день ситуация такая. Тот тариф, почему поднялись тарифы? Тарифы поднялись бы, даже если бы не проводился конкурс и не зашли бы на рынок управляющих. Почему их в таком случае не поднялись? Объясню, почему. Потому что тот тариф, по которому мы жили еще до лета или до весны, когда конкурс проводился, 2017 года, он утверждался еще в 2008 году. В 2008 году размер минимальной заработной платы был не 300, а 400 или 800 гривен. Размеры платы за электроэнергию был копеек, по-моему, 40, а не так, как сейчас рубль 68. А в СДПТ, это содержание дома и придомовой территории, туда входит, мы знаем, и электроэнергия, которая идет на освещение мест общего пользования, на работу лифтов и на работу насосных групп. Естественно, это все, и, соответственно, поставщики услуг, такие как мусоровы, взящие компании, они свои тарифы подняли. Организации, которые обслуживают лифт, они подняли. Поэтому содержание дома и придомовой территории, это не одна цифра, это многогранный структурный тариф, который состоит из многих составляющих, каждая из которых с 2008 года реально поднялась. Поэтому и выхода уже не было для того, чтобы не инвестировать, не оказывать помощь из городского бюджета. Вот Алексей, я думаю, более подробно расскажет. Как раз провели так называемый конкурс. В конкурсе в трех районах, еще трех победили те же КП ЖКС, только если раньше они назывались организацией, которые предоставляли услуги по содержанию дома и придомовой территории, сейчас называются организацией, которые предоставляют услуги по управлению. Людей интересует, да, понятно, конкурс прошел, мы все за ним следили. Людей интересует, насколько обоснован этот тариф. 4-5 гривен за один квадратный метр. Это незаконное было решение. Почему? Потому что вопрос, вот я согласен с коллегой, если в 2008 году последний раз была изменена СДПТ, он действительно не соответствует реалиям, я здесь согласен. Но есть один тонкий момент. Для того, чтобы внести изменения в СДПТ, нужно было, чтобы у нас все дома были четко принвентаризированы. У нас были техпаспорта, у нас была придомовая территория, у нас было все просчитано. Вот на сегодняшний момент, кто может сказать, допустим, какая придомовая территория того или иного дома? Сколько нужно ее убирать, подметать? Потому что СДПТ зависит не просто эмпирически, вот там, не знаю, гектар, две сотки или четыре сотки. Должна быть площадь убираемой территории. Если, допустим, у вас, например, перед домом идет там газон, идет там площадь какая-то огороженная и так далее, тогда можно считать, исходя из этих квадратных метров. И в каждом доме СДПТ будет разное, потому что есть разные дома. Пятиэтажки, которые находятся вплотную, там где-то на черемушках, там СДПТ не может быть таким же самым, как, например, высотный дом с огромной территорией на французском бульваре. Понимаете? Поэтому везде СДПТ должен быть один. А что сделали сейчас? Сейчас сделали коммунизм. Почему? Потому что все эти управляющие компании, а кто этот коллега, они все аффилированы на городскую власть. Там они придумали себе литовскую фирму, от них сделали ответвление. По большому счету, те же самые ЖКС, условно говоря, но которые имеют отношение к мэрии. И они этот СДПТ себе изняли заложение вкатили. Это незаконное решение. И цифры этого СДПТ незаконны. Потому что они не имеют никакого экономического обоснования расчета. Вот в чем дело. Экономический интерес СДПТ, который установили управляющие компании, получение прибыли. Если раньше это были скрытые формы прибыли, то сегодня не только 4,5, как Алексей сказал. 5,60, 5,80, 6. И тарифы действительно необоснованные. В них заложена прибыль. Раньше городской бюджет каким-то образом ЖКС компенсировал. 120 миллионов было заложено. В этом году, вроде, городской бюджет не будет. Эти затраты, те же 120 миллионов, вроде 150, заложили на плечи людей, которые оплатят его. Те, кто создал ОСМД, вот у меня ОСМД, я член правления. У нас тариф 3,60. Нам, в принципе, в этом году хватало. В следующем году мы хотим сделать 4. И действительно, но мы его не разворовываем. Если мы что-то не сделали, то деньги остаются на счете. И мы можем сказать, на собрании. Вот мы что-то не сделали. В общем, кто не создал ОСМД, тот сам виноват. 23 года. Так, давайте подытожим. Платежки в этом году, уже с октября месяца, очевидно, стартует отопительный сезон в той или иной степени. Платежки будут больше за счет СДПТ. Цены на газ. Очевидно, вслед за этим пойдет подорожание тепла. То есть, мы, может быть, не сразу ощутим, где-то ближе к зиме. Но, тем не менее, готовимся к тому, что за трехкомнатную, за двух-трехкомнатную квартиру мы будем платить не меньше, наверное, 2,5-3 тысяч гривен в месяц. Поэтому откладывайте, если у вас нет субсидий. Давайте подведем итоги нашего интерактива. Вы готовы больше платить за газ? Я думаю, неочевидно. И ответы расположены следующим образом. 7% наших телезрителей готовы платить за газ больше. Кто эти люди? Это люди, которые в финансовом состоянии. Остальная вся нищета 95%? В том числе я, они тоже пенсионеры. Это, наверное, те, кто любит пошутить. Мы сегодня серьезно поговорили о грядущем отопительном сезоне в контексте нехватки денег на субсидии и подорожания цены на газ для населения. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли, поделились своими впечатлениями. Оставайтесь с нами. Счастливо, увидимся.